Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. Это значит, что пришло время очередного выпуска программы Доживем до понедельника. Мы дожили до понедельника. Григорий Гельфер в студии, Евгений Гендин и Елена Кальянова. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Как обычно, ждем ваши реакции на обсуждаемые нами темы. Возможно, подбросите нам темы для обсуждения. 370-3101 – это телефонная связь по этому номеру с нами. И у нас есть связь интернет. Да, не просто интернет, а лучшая его часть. Она называется «Социальная сеть Фейсбук». Мы прямом эфире. И же нам к Цукербергу уже приплачены. Да, и куда можно писать. Вот сейчас прямой эфир. Сейчас 18 часов 31 минута. Задавать нам вопросы. Спасибо, что и в неформальной обстановке делитесь отзывами. Спасибо, что пишете. Вот, кстати, в твой адрес написал Артур Коря. Сейчас зачитать или потом? Я не знаю. Про кофточку я знаю. Он после переезда на другой канал еще больше стал ждать вашей передачи, чтобы увидеть, какую на этот раз одела, ну, правильно написать, надела, кофточку ведущей Елены Кальяновой. Что-то будешь комментировать? Мне даже просто нечего сказать. Я советую ко мне лично обратиться и следить за кофточкой. Коря. В эфире. Коря, вы счастливчик. Я хочу еще сказать, что, как бы, хотелось... Я на такие вопросы отвечаю индивидуально. Она при этом почему-то птичку такую нервничает. Я поставила птичку. А запунцевила, заволновалась, не взяла. Где, скажи, в каком месте? В каком месте? На листе? На листе? На листе. Я хочу сказать, что я, сори, что я все на себе, на себе. Вот, я не выспался. Да, я, как иначе, знаю, что... Давай я расскажу о нас. Я не выспался, да, сегодня, потому что... Ты был добрый до эфира. В полдесятого меня подняли, схватили директор канала, Ольга Владимирова, забросила в машину и повезла вручать... Куда? Потому что это прозвучало как директор канала. Директорка канала и повезла вручать приз. Приз за что, напомни, дорогая? Ну, на самом деле, это мероприятие было запланировано, мы о нем говорили на нашей прошлой программе. Еще раз спасибо нашим зрителям за то, что вы нас смотрите, за то, что вы реагируете и даже пишете нам такие чудесные отзывы. Ну, не только о нас, естественно, о нашем любимом городе. Ну, все-таки заслуга программы в этом тоже есть. Я напомню, в прошлой программе мы завершили конкурс. Конкурс на лучшие комментарии на тему «Почему хорошо жить в Днепре?». Призом была футболка с уже известным логотипом, ставшим популярным в нашем городе. Футболка в единственном экземпляре. Мы выбрали победителя. Она мне предназначалась. Да, она Евгению предназначалась. Мы выбрали победительницу. И вот, собственно, вот это событие, о котором Женя рассказал, утром было именно по поводу вручения приза победительницы. Я предлагаю, давайте посмотрим, как это было. Самому любопытно, что из этого получилось. Ну, ты же видел, не играй роль какую-то, ты же видел. Здравствуйте, вы Екатерина Штейн? Да, я. Вы выигрывали футболку в программе ДЖП? Да. А вы смотрите программу ДЖП? Конечно, каждый понедельник я смотрю программу. Что вас привлекло в задании, которое придумали Гения Медельфер для нашего жизни? Любовь к городу, естественно. Мы же все любим свой Днепр. Мы всегда соревнуемся, кто любит его больше, чтобы сделать его лучше, чище. Катя, можно попросить снять эту футболку? Конечно, сейчас не будем. Я хочу сказать, что на самом деле эта футболка мне от автора дизайна. Да, я видела, автор подарил Ендину, а Ендин решил по-честному передарить ее кому-то. Катя, вот вы написали, что Днепр город в стиле урбан-нюс. Не знаю, но урбан символизировал, что он такой весь такой урбанистический, много там заводов, всяких там предприятий. А с другой стороны нюс символизировал что-то такое интимное. Ну, я не скажу, что нас завалили экспромтами, но мне очень понравилось, что они были все в разном стиле, от такого хорошего нативизма, привитимизма, в хорошем смысле как стиль, разными хореями, яма была написана. Вот в этом было что-то такое вот трогательное, обнаженное и вместе с ним стильное. Ну просто оно выделилось как-то своей. Это не был выпендреж вот какой-то, ну упало просто, вот так вот совпало. Короче говоря, смотрите программу, смотрите на Катю, будьте как мы, будьте как Катя. Это детка Днепр. А я отныне и на века теперь это город в стиле урбан-нюс. Поздравляем и поехали. Катю поздравляем. Ну что, поехали. Мне было впечатление, что тебе жалко. Жалко, футбол, конечно. А и Катю. Нет, Катю, нет, Катю поздравляем. Мне кажется, что вот тема футболки, она навеяла, ну такую... Однокоренная. Все-таки, да, драматическую историю. Я думаю, что все зрители программы доживем до понедельника, но, по крайней мере, их подавляющая часть. Вчера, так же, как и Генди не спали, потому что смотрели матч Украина-Германии, который был в Лиле. И лильский палач Ехим Лев, да, он все-таки, ну, нанес... Швейнштагер, наверное, или Лев? Ну, нет, ну, я понимаю, что это же все-таки было два удара. Там, Мустафи и Швейнштагер, который вышел уже там в добавленное время, и все-таки, и про которого комментатор сказал, ну, он точно нам ничем не угрожает в своем-то, как бы, возрасте. Вот, ну, на самом деле, игра была драматична, и, тем не менее, ну, сборная Украины, ну, все-таки порадовала. Особенно, вот, конец второго тайма, то есть, играли классно, и если бы не Нойер, да, и если бы не какие-то там чудеса защиты, то, наверное, все-таки счет бы был другим. То есть, была все равно, ну, как бы, временами была гордость за игру сборной. И я, в общем, уверен, что еще будут счастливые и удачные моменты в этом чемпионате, потому что выглядели, ну, достойно, достойно выглядели. Я даже сказал бы, что в первый тайм по очкам выиграли у сборной Германии, у чемпионной игры. Если бы это был бокс, и только один тайм, то наши бы победили. Ну, да, ну, судили, конечно. Я не знаю, я даже счет-то... Но хочется не только... Да, 2-0, не в нашу пользу. Ну, счет, да, не в нашу, но игра, в общем-то... Никаких неожиданностей. Просто мы до этого иногда демонстрировали такие игры, что про счет даже и вопросов не было. А сейчас все-таки игра была достойной. Нет, игра, наверное, доявлена. Это чемпионы мира, в конце концов, там, и платежки у них тоже совершенно разные. Ну, очень яркий чемпионат в этом году и ярко начался до игры, да, случились эти события с драками. Ты махач имеешь в виду? Уже дошло до того, что местные власти запретили продавать алкоголь на играх... Во Франции. Во Франции, да, из-за тех столкновений болельщиков, которые вот были, россияне и англичане, и разгромили ресторан там, разбили машины. Правоохранителям пришлось применять даже слезоточивый газ. И английские СМИ уже сообщили о том, что еще один из пострадавших англичан находится в крайне тяжелом состоянии. И, кстати, прокурор Марселя сказал уже о том, что российские болельщики были очень хорошо подготовлены. Очень хорошо экипированы, там проследили путь, как они приехали. Они границу не пересекали, поскольку они там то ли на автомобилях, то ли на автобусе приехали со стороны Италии. И очень там вот и ножи у них были, и поясные сумки. То есть они готовы были к драке. В общем, это такая ФСБшная операция. Ну, я не знаю, зачем она. Я даже знаю, для чего она. Мне кажется, что это естественное состояние русских болельщиков. Не, ну, я не знаю. На самом деле тут же все-таки есть геополитика. Вот Англия готовится к этому голосованию за выход из Евросоюза. Вот после того, как там их сейчас собираются там под санкции, все не скажет. То есть для того, чтобы англичане все-таки вот приняли решение в пользу, не в пользу Евросоюза, развалили. Конечно, что-то даже злорадство, да, что Франция после решения Сената вот этого, который все равно рекомендательный характер носит, значит, снять санкции с России, поддержать. Ну, что, в принципе, Франция, Европа хапнули и глотнули вот этого зловонного, смрадного этого русского мира, этого скрепного сейчас, получили его по полной программе там вот сейчас. Но злорадство это тоже такое, что... Не, я просто, ну, еще о фанатах, я думаю, что, конечно, английские фанаты тоже не ангелы. Да. Мы представляем. Там тоже с алкоголем все. Чтобы англичане, английская пресса радовалась, что Англия встает с колен от метелев, значит, соперников, ну, болельщиков соперников, я этого не представляю. Ну, там, причем, очень странно, ни одного российского болельщика не задержали. Там задержаны англичане, там, по-моему, австриец, и его отпустили. Мы одного задержали сразу, но уже вот есть информация, что его отпустили. Ну, я начал говорить о вот этом скрепном, зловонном мире, да, из прошлого, которое все еще там когти к нам тянет. Значит, мы его хлебаем сполна на востоке нашей страны, в 100 километрах отсюда, значит, и мы его хлебали по полной программе в связи с дискуссиями по гей-параду, по ЛГБТ, это не парад, как я его ошибочно, вообще мало информации по ЛГБТ, прайду, вот где в едином порыве, в общем-то, я читал, например, комменты, да, сегодня такой мазохизм и под постом Вилкула, и под постами некоторых патриотов и лидеров патриотического движения, там, украинского комментатора очень похожие. То есть в своем единении, вот в каком-то мракобесии, вот в этом, в отношении, и самое главное, как Гарик правильно сказал, вот мы действительно горячо спорили перед передачей, что жила, все люди знают, как другим надо жить, как другим надо праздновать. Я хотел, если бы не было действительно событий, которые произошли, не было погибших, очевидно, которые постоянно, опять звук оскорых в нашем городе, вот, участившихся, я иначе бы построил бы тему там, вот, итоги вот этого события, которое тоже считаю важным, и которое для кого-то является кощунственным. Это киевский прайд, это с моей точки все равно, мы не нашли взаимопонимания даже между нами, ну, как минимум двумя, и это тоже нормально, по крайней мере, мы не грубили с кальяновой передачей, споря по этой теме. Я единственное хочу сказать, я не буду рассказывать там о гей-параде, за что он, о чем он, в конце концов, это недоработка ЛГБ, это сообщество, которое гранты получает, чтобы все-таки рассказать, за что они вышли, чтобы не было этого идиотского стереотипа, стереотипного у людей понимания, что это не о телодвижениях в одну часть тела парад, а реально, как, может, у кого-то этот скепсис вызывает о правах человека. Но я скажу лишь об одном, что, может быть, более спокойно в следующей передаче, или, даст Бог, еще будут, они будут у нас правы, все равно идет к этому цивилизация. Я хочу сказать об одной вещи, которая для меня омерзительна, которая развернулась, это манипуляции тем, что произошло на Донбассе погибшими, и этим прайдом. Значит, что, то есть манипуляция смертями, которая сейчас и в постах, в фейсбуке, и в заявлениях политика, попытки набрать себе авторитет, попытки кому-то чего-то запретить, прикрываясь погибшими. Типа, они, ну я, Пидоров же нельзя, да, говорить? Вот они же постоянно об этом пишут, прикрываясь этим, вот эти попытки манипулировать смертями наших людей, наших героев. То есть тут вопрос, за что они гибнут, то есть за какое общество, за какую страну, это не тема нашей, скажем, тех полутора минут, которые мне отведены, и поэтому я прямо сейчас как бы эту тему сворачиваю, потому что она для меня болевая. Я оскорблю, лично я оскорблю по погибшим, как уже давно мы, к сожалению, делаем, и лично я поддерживаю Киев Прайд, и поддерживаю его в следующем году. Вообще, есть такой термин, прайм тайм, да? А прайд тайм, это вот какой-то... Я хочу сказать, что на самом деле, все-таки, вот этот пара, марш, да? Марш, да, я бы называл это пара, марш, да, марш, да, он прошел, и прошел, в общем, спокойно, ну там задержали 50 каких-то, так сказать, хулиганств. Если бы не было 6 тысяч полиции, то было бы русско-скрепное, месилово... Нет, ну спасибо Ахате и Деканаид за все это, ну потому что на самом деле, к сожалению, вот эти вот противоречия и вот это вот отношение к другим, да, к иным людям, оно может приводить и к трагедиям, как это случилось в Орландо, где вот гей-клуб, да, и там, ну я не знаю, не человек, это трудно назвать человеком, террорист, да, который якобы принадлежит Кигиву, взял в заложники посетителей, и 50 человек погибло, и более 50 ранено, то есть на самом деле, это ужасная обратная сторона вот этого, ну как бы неприятия другого поведения, в общем-то, желания выстроить мир в тех рамках, в котором тебе кажется истинно правильными, то есть вот это вот ужасно. И я, то есть и по этим погибшим тоже скорбят люди, скорбит Америка, потому что на самом деле везде и всегда, когда погибает человек, это огромная трагедия. И не дай бог, чтобы они не были. Я последний, тут в личку, как бы вопрос вот по этому поводу, хотел бы ты это, да я отвечу на этот вопрос, хотел бы что, да, хотел бы, да, вот, хотели бы вы этого для своих детей, вот, чтобы они, начинаются же эти вопросы, чтобы они были геями и так далее, то есть все сразу, хотел бы, я ощущаю, то есть физически это не мое, мне это даже неприятно, неприятно, но у людей есть свои правила, хотел бы я для своих детей отвечать на вопрос, нет, не хотел бы, потому что это проблема, я не хочу своим детям проблемы. Считаю ли это болезнью, как спрашивают, нет, не считаю, но я не думаю, могут ли они любить друг друга, да, я считаю, что эти люди могут любить друг друга, и химия любви у этих людей такая же, как у людей. А если бы это спросили у родителей Чайковского, да, там, Платона или Аристотеля? Да, а про Библию пишут те, кто, очень многие, которые просто этого не читали, это экшн-книжка. Мне кажется, что эта тема имеет право быть, и просто я считаю, что... Это все очень сложно, чтобы такими простыми вопросами можно было разрешить. Я считаю, что просто слишком много внимания, неправильного внимания со смещенными акцентами этой темы было, и потому такой конфликт. Это опять, я уверена абсолютно, это тема вот нужности конфликта в нашем обществе. Есть такое размотворение. Тема о языках, тема о Дне Победы, тема вообще о нашей разности, о любой разности, любого направления. Потому что люди немежественные, и выгодно, чтобы люди оставались и дальше немежественные. Да, да, да. Там, где можно разжечь, это будет разжигаться. Легко разжечь, вот там, где разные темы, да, вы такие, а мы такие, а вы плохие, а мы хорошие. Любое противопоставление, оно... Но для этого и существует программа «Доживем до понедельника», чтобы гасить, да, чтобы нести в массу, чтобы гасить, вот будем гасить. Ну, я вот здесь вот и сказал о манипуляциях со знанием, да, чьим-то мнением. Я абсолютно согласна здесь с тобой, я перенесу немножечко эту тему вот к нам в город. Несколько таких вот конфликтов за минувшую неделю было в Днепропетровске, связаны оба, о которых я хочу сказать, с развлечениями. Такой вот интертеймент, и один из них это открытие аквапарка на набережной. И, так сказать, уже там есть некий конфликт с жителями близлежащих домов. Вот честно, та тема, которая есть на сегодняшний день, там нет конфликта, на мой взгляд. Потому что открыли аквапарк, его явно пока еще там не завершили полностью. Жителям сказали, что там будет дискотека. Дискотеки пока нет. Зрители возмущаются, что нет дискотеки? Нет, что она будет мешать жителям. Это совершенно естественно, она может мешать, но когда она появится, появится ли. Вот руководство аквапарка говорит, что не будет ее там. Но протесты уже есть. То есть кто-то же вот как-то эту информацию пустил, сказал, откуда-то она появилась. Ну какая-нибудь конкурирующая дискотека. Не знаю, возможно, мы не можем этого там утверждать пока что. Но оборудуют пляж. Вот жители возмущаются тем, что пока еще не оборудовали пляж. Вот можно о перспективах, это касается набережной. То есть сайты еще далеко, может быть, кое-какие моменты впервые услышат сейчас и телезрители нашей программы. Потому что, ну конечно, много сиюминутного, много бурления разных субстанций, конфликтов. В основном они связаны с финансовым вопросом, с местом под солнцем или так далее. Но вот среди этого, то есть более все-таки интересно и более важно, что будет в нашем городе. Что будет с точки зрения вот урбанистики, его развития, благоустройства. Конечно, это важно. Вот, допустим, Филатов написал, что у нас сейчас Фейсбук становится средством массовой информации, даже более оперативным, чем сайт Минской Рады Днепра. Вот, написал о том, что капитальная реконструкция набережной от Мерев-Керсонского моста до Мака, Макдональдса на Победе. Мне интересно, я максимально попытался разузнать, что там и как. И вот я поделюсь тем, что я узнал, что там ожидается. Причем это действительно серьезно. И если это состоится, на мой взгляд, это будет ух. А я верю, что оно состоится, потому что предпосылки. Короче говоря, от Мерев-Керсонского моста до Макдональдса на набережной, капитальная реконструкция набережной. Причем уже прошло это экспертизу, то есть назад дороги нет. И они планируют в июле начать этого года, и к сентябрю следующего. Я думал, что это много лет. Нет, за годы и два. Это очень большой вопрос, вот сразу. Я буквально очень недавно хотела... Я понятно, скепсис, не верить очень легко. Нет, нет, не верить. Я же еще тебе не рассказал, что. Я же еще тебе не рассказал, что. Бюста Кальянова там не планируется пока. Он здесь, и слава богу. Слава богу, и твоего не будет. Мрамора не хватит. Очень большой кусок набережной, который вот как бы не в частных руках, но в руках различных, не знаю, спортивных организаций. Ну, вот на мой взгляд, там уже эти спортивные организации обросли какими-то владениями, там, ворота, там, шлагбаумы, туда никогда не зайдешь. Я там пыталась вот как-то... Так я продолжу. Их снесут? Скажи сразу. Я не вначале, я вообще... Я рассказываю то, что знаю, то, что планирую. Ну, как до Макдональдса доехать. Ты же не дослушала вообще. Ты подогреваешь долго, говори информацию. Ты меня просто перебил, Гарик, ты свидетель. Значит, планируется капитальная реконструкция с безбарьерной средой, велодорожками и так далее. Но безбарьерная среда, просто, кто не знает, это обычная среда, значит, дооборудованная с учетом потребностей вот инвалидов, людей с ограниченными возможностями, то есть, чтобы они чувствовали себя независимой, нормальный образ жизни вести. То есть, пандусы, подъемники, индукция для слабослышащих, там, для незрячих, звуковая информация и так далее. Вот, что конкретно планировалось? Я, кстати, единственное хочу сказать, напомню, когда мы вот с Гариком первый раз попали в Штаты, в 93-м году, лично я был поражен, когда меня спрашивают, что больше всего тебя поразило, тем более 93-й год тогда. Огромное количество инвалидов на улицах, и я такого не видел, и людей с там с ожирением очень толстых. Просто у нас они вынуждены дома сидеть, и тогда были, и сейчас. А там это... Что предполагается? Что предполагается, значит, там предполагается 5 скверов, причем 5 скверов и с ключевым условием свободных в доступ к воде. Это, как мне сообщили, является ключевое условие, невзирая на бабки, которые там задействованы и так далее. 5 скверов разных скверов. Один сквер, допустим, детский, заточенный под детские мероприятия, другой молодежный, там с фэш, там с травой во всех смыслах этого. Там уже один автопад. Надеюсь, слово. Один сквер специально заточенный под городские... Заточенный, сленговое слово. Что ты все не изменяешь за слово? Под именно массовые мероприятия, то есть так далее. 5 скверов. Коммунальные фудкорты, причем подчеркнули, что коммунальные фудкорты не вот эти, там шаурмятни и так далее. Холодные, холодные. Три подвесные дороги будут. Все, что нажит, они подчеркнули. Все, что нажит. В принципе, на самом деле, более выгодная штука рассказывать, как все хреново и как все хреново. Я еще не сказала, что хреново. И, в принципе, рассказывая теоретически о том хорошем, что, по идее, может быть, я понимаю, в этой иронической программе я сам бы такой, если бы я был кальяновым, ох, я бы сейчас подкалывал. Да, ну она бы не смогла так. Мы же как много внимания мне в этой программе. Да, я все-таки продолжу. Там туалеты будут обязательно. Не молчать. Будут фонтаны. Самое главное, что это действительно будет зона совершенно разных, эксклюзивных, дизайнерских. Планируется там пяти скверов фонтаны, но в городе без фонтанов никуда. Коммунальные фудкорты горячие и холодные. Устал. Поставь какой-то интригу для людей. Он уже устал перескать. А фонтан, который со скалы. Я не пиарщик. Я, на самом деле, как бы не пиарщик. Я просто хотел рассказать, на самом деле, поделиться тем, что я знаю, тем, что меня волнует. И то, на что я лично буду наседать, чтобы это состоялось. Понятно. Я думаю, что этому можно просто посвятить еще специально. На меня сбили сейчас в полете мои коллеги по передаче в прямом эфире. Обиделся. Давайте звонок послушаем. Соберись во время этого. Внимание. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Леночка. Да. Великая просьба к вам. Не перебивать генди. Значит, пожалуйста, узнайте. Это действительно правда, что на лето не дают субсидию? Я вас поняла, да. Мы же погибнем, а ваши граждане, эти два, говорят о счастливой жизни в Днепропетровске. Нам просто стыдно. Счастливой жизни нет в Днепропетровске. Спасибо большое. Я поняла. Ну, продолжай. Продолжай. О субсидиях мы обещаем на следующей неделе. Обязательно, я думаю, даже пригласим в студию, выясним. Я думаю, что это ложная информация, но мы уточним. В любом случае. Спасибо за звонок. Все плохо, граждане. Все очень плохо, мы все умрем. Продолжайте. В принципе, для этого и наша передача. Нет, не все плохо. Я просто думаю, что есть. Безусловно, я уверен, что это будет красиво, это будет здорово. И мы еще... Это вопрос честный для этой администрации. А честный не хочет. Конечно. Ну, и я думаю, что есть какие-то уже такие вещи, которые решаются сразу. Например, вот сказал мэр, что не будет этих бродячих цирков, да? И их не будет. А будет один стационарный, вот где и принимаются решения. Вот. И это... На самом деле там, да, действительно, там проблема сложнее. Мэр сказал о том, там вот о животных. Там не будет неразрешенных цирков, где не будет условий для содержания животных. Тему немножечко вот ее соединили, да? Это связано с темой Шапитона Победы, которую разместили в центре бульвара. Опять-таки, очень такая надуманная где-то ситуация, потому что, ну, и цирк разместили не в том месте, где могли бы там, 500 метров левее, правее. Есть места, которые никому бы не мешали. Вопрос к тому, кто принял решение размещать. И три дня, в общем-то, постоял там цирк и уже уехал, и проблемы нет. А она, в общем-то... Полные остались. Да, и, в общем-то, люди и нуждались в нем, и довольны. Опять, проблема вот надуманная. Немножечко кем-то... Я хочу немножко позитива, коротко, но, в общем-то, ну, даже в масштабах всей Украины. Вот мы там все как бы плачемся, иногда критикуем. Совершенно справедливо. Но есть, например, вещи, которые радуют. Я прочел, что, например, Европа покупает у Украины одежды на 525 миллионов долларов. То есть, Германия на 161 миллион долларов покупает одежды, которые делают в Украине. Италия, Италия, представляете? Италия покупает украинской одежды на 31... Мы одеваем Европу. Да, мы одеваем Европу. Наконец-то. Наверное, все-таки есть какие-то вещи, которые могут, ну, как бы, и поднимать настроение. Как поднял бы, например, забитый все-таки, там, коноплянкой, например, угол. Можем, можем и... А хорошо звучит, забитый коноплянкой. Да. Ну, да. Я об этом скажу сейчас. Мне бы подняло настроение, действительно, сейчас есть предложение. Мы все знаем о том, что пройдет Евровидение. Да, в Украине пока еще не знаем точно где. А уже конкурс объявлен между городами. Будем участвовать. Да, сейчас есть предложение по оформлению. И предложение очень симпатичное, на мой взгляд. Мне это вот радует. Меня радует, когда есть такие рукотворные предложения. Один из жителей Петриковки, молодой человек, Игорь, предлагает свои варианты оформления этого конкурса в стиле Петриковки. Я видела. Очень симпатично, очень красиво. Дай бог, чтобы это получилось. Пока вот его поддерживает наша местная власть. Но вот что из этого выйдет и пойдет ли это, будем надеяться, мне бы хотелось. Еще один очень короткий вопрос, говорят. Есть у нас времени немного. Добрый вечер. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Да, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Я Галина Семеновна. Я работала с Аркадием Самовичем. Вы меня знаете. Да, да. Вопрос. Доживем ли мы до новой программы? Театра КВН ДГУ. Вот. Радостный вопрос. Да, да. Я, кстати, об этом скажу чуть позже. Можно уже говорить. У нас время эфира скоро закончится. Кстати, у нас 22 числа, значит, Кабаре, Кабаре веселый песец, так называется наш проект. Значит, будет программа, приходите. Скажите, что вы зритель программы, доживем до понедельника и мы вас посадим. А мне можно? Я хочу чуть-чуть подкорректировать. У нас, вы не прекращали работу, у нас постоянно выходит просто формат не сценический. У нас очень много сделано телевизионных работ, у нас выходят клипы, у нас выходят, то есть это, это тоже сейчас формат. У меня к вам предложение. Давайте мы в следующей программе вот пару пригласительных на... Можем разыграть, безусловно. Да, да, подумаем. У нас вроде не будет 20, мне сказали, программы, там троица. Ну, в следующей, в одной из следующих. Не, ну, безусловно, да. Да, и у нас, кстати, будут там вот номера, посвященные ну, каким-то актуальным темам, скажем, о переименовании. У нас есть такой номер, называется улица Козюлькинская. И вот один из номеров, вот мы буквально закончили с Гендиным, ну, день-два назад, да, там, он посвящен Надежде Савченко. Это, в общем, тема, ну, которая волнует сейчас всю Украину, ну, в общем, героиня, безусловно, мужественный человек, который сейчас оказался вот на родине, и очень такая сложная ситуация вокруг его высказываний, вокруг его рейтингов. Вот мы попытались эту тему тоже, ну, как бы, отразить. Приходите, нам кажется, что мы выразили то, что у нас внутри, и сделали это максимально художественно. Я коротко еще скажу, может, да, у нас не самые веселые, но уже это сотка на жизнь. Бывают программы веселее, бывают события веселее, не веселее. Мы говорили в прошлой программе, вспоминали выдающегося человека нашего города, Владимира Ильича Скоротовского, который безвременно ушел. Нас спрашивали, а что предполагается сделать? То есть за это время уже кое-что сделано. Во-первых, будет шестая музыкальная школа названа его именем. Вот, и это еще, я думаю, не все. Если я хочу все-таки показать, есть уникальные кадры. Это кадры, в общем-то, его последнего выступления за несколько минут до того, как он нас покинул. Он играл Рахманинова. Это... Через несколько минут после этого он упал на сцене. Это большая потеря. Я думаю, что есть музыкальные конкурсы. Я знаю, что и память Кэри Логвина... Да, и вот недавно у нас было заседание художественного совета, где мы поддержали идею Бориса Филатова. Значит, будет премия для лучших учеников по скрипке в музыкальных школах Днепропетровских. Много еще других идей поддержано. Кстати, предполагается на день города 10-11 вернуть в Днепропетровск джазовый фестиваль, джаз на Днепре, в котором будет много звезд, Джамала приедет. То есть мы ждем, в общем, что Днепропетровск действительно будет становиться культурной столицей. Опять секунд скажу, что не сжем мы сегодня глаголом юмора и сатиры и так далее. Такой, значит, на сегодня нерв времени. Такой понедельник. Да, такой понедельник, 13 число. Но мы верим и в наш город, и в наших людей, и в страну, и в себя прежде всего. Вот в одного из трех я как минимум верю. В Кальянову. На сегодня все, к сожалению, вот времени, как обычно, не хватает. Да, приходите на Кабары. Приходите на Кабары. Мы подумаем о конкурсе. Через понедельник мы с вами встречаемся, потому что следующий понедельник выходной. Спасибо за внимание. До свидания. Мы все умрем, но до этого все будет хорошо. Пока. Демоны. Два гостей. Просто лучше два гостя. Костя, Костя, вы же векущий. Вы же хозяева. И со мной два хозяева.